Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро! Доброго благословенного нам не только дня, но и года, и месяца наступившего. И я верю, что Господь наблюдает за нами особенным образом, потому что мы находимся на финишной прямой всего человечества. Я уже периодически к этой теме возвращаюсь и говорю, что это важно нам знать, помнить и всегда держать это во внимании. Финишная прямая – это очень ответственный этап, потому что человечество до нас проходило свои этапы и передавало нам эстафету для того, чтобы мы прошли теперь до конца и дали Богу возможность совершить над нами окончательную обработку, как всего человечества, потому что они не без нас достигают совершенства, как говорится в послании к евреям. Но мы сейчас с вами продолжаем говорить о 18 главе Первой книги Царств, где Саул оказался в фокусе уже других влияний, другого духа. От того, что не стал разбираться со своим внутренним миром, а видел виноватым Давида, который оказался рядом. И от того, что фокус сместился, от того, что ответственность переложил на другого, он теперь хочет его уничтожить, но не понимает, что причина в нем, и он допустил демонической природе овладеть его эмоциями, его разумом и его действием. Я хочу еще сделать некоторые акценты от прочитанного текста в прошлый раз. «Когда на другой день напал этот злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем». Посмотрите, вот этот акцент не случайен. Человек может в обществе себя еще как-то сдерживать. Но если проблема в нем есть, то дома она раскрывается махровым цветом, потому что там ограничители определенные падают, потому что там он уже дал вселиться не только в свое сердце, но и в атмосферу своего дома, нечистому миру. И теперь вот этот союз или эти взаимодействия взрываются на детей, на жену, может быть, на мужа со стороны жены, либо на других ближайших родственников или соседей. То есть дома человек начинает раскрываться во всей, что называется, красе. Поэтому если ты чувствуешь в своей жизни подобного рода перепады настроений, подобного рода необузданность, беги к Богу для решения вопроса, потому что не ищи виноватых вокруг, потому что люди оказываются теперь просто жертвами под влиянием этого настроения, которое тебе навязано, нечистым духом, которому дано место. И как бежать к Богу? С тем, чтобы сказать, Господи, помоги мне разобраться с причинами и корнями. Мы в предыдущих программах об этом говорили, поэтому я сейчас повторять не буду. Есть у всего свои причины. Но здесь же параллельно с тем, что человек, находясь в своем доме, можно сказать, во дворце, не может обуздать себя, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. Давид не подозревает опасности, потому что он ничего плохого не сделал. Он, как и в другие дни, играл, прославлял Бога на тех инструментах, которые ему были известны. И в этот же день он играл также, потому что его когда-то пригласил царь для того, чтобы играть на инструменте в его доме. И когда человек даже не подозревает опасности, что делать? Может быть, ты живешь в своем доме и тоже не подозреваешь, что кто-то на тебя что-то копает и какую-то опасность строит. То я хочу сказать, что если ты Богу поешь песни, если твои таланты направлены на Него, и в своем доме ты так же искренне поклоняешься, как другой в своем же доме беснуется, то защита на тебе почиет. Бог сам защищает таковых людей. Я хочу, чтобы в нас никогда не вселилась никакая природа страха, если мы свою жизнь посвятили Богу. Я хочу, чтобы мы сейчас могли попросить у Бога такой защиты на весь год. Независимо от того, кто вокруг нас оказывается или даже живет, но пусть защиты Божьей будет всегда достаточно. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы, взывая пред Твоим лицом, благословляем друг друга защитой через то, что мы поклоняемся Тебе в каждом дне. В своем доме искренне и постоянно зная, что наша жизнь, она зависит от Тебя, от Твоей защиты, от Твоей воли и от того, что Ты о нас помыслил во благо. Я благодарю Тебя, что все планы врага, они рушатся, когда мы живем под кровом Втевышнего и под Твоей тенью покоимся. Да будет так с каждым из нас в Новом году. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok